Усиление ветра вместе с перепадами температур в Ненинском округе создают дополнительный объем работ для дорожных служб и делают дороги небезопасными для всех участников движения. О том, как Наринмарцы переживают травмоопасный период и как с гололедом борются городские службы, в следующем материале. Переменчивая ноябрьская погода подарила Наринмарцам не только отсрочку от сильных морозов, но и гололед. И если почти каждый ребенок уверен, что скольжение – это веселое развлечение, то люди более старшего возраста понимают, какую на самом деле угрозу он может представлять для здоровья. Надо отметить, что в этом году ситуация с гололедом на дорогах решается оперативно. Проезжую часть и междворовые территории муниципальное предприятие «Чистый город» обслуживает практически круглосуточно. При проведении работы по устранению зимней скользкости задействовано в основном три единицы техники – это «Чистик» и «МКДУ» и «Пум-6Х2». Работа проводится почти круглосуточно, посменно. Однако даже посыпка дороги песком не спасает от аварий. Так, с начала ноября из-за гололеда на дорогах Наринмара произошло 14 дорожно-транспортных происшествий. Пострадавших нет. Несмотря на статистику, у жителей города нет нареканий к муниципальным службе и управляющим компаниям. Даже в темное время суток пешеходы неудобств не испытывают. Нет, нормально. Вопросов нет. И в парке нормально, там посыпают, и здесь все держат. По крайней мере, там, где я живу, в моем дворе нормально. Не скользко? Ну, в данный момент нет. А когда первый снег выпал, то уже было скользко. А после тракторов сразу не посыпали. Было скользко. Устраивает. Все нормально, не скользко. А виновница гололедиц и погода успокаиваться не собирается. Так что, выходя из дома, жители и гости города должны помнить старинную поговорку. Тише едешь, дальше будешь. Екатерина Дементьева, Антон Годряков, Телеканал Север.